В этом видео будет рыбалка с прикормкой Гейзер. Покажу рецепт, как сделать её в домашних условиях. Расскажу о своей тактике прикорма, плюсах и минусах этого состава. Ну и конечно же рыбалка и виды рыб, которые мне удалось поймать с помощью этой прикормки. Всем приятного просмотра, друзья! Ребята, приехал опять на Волжский канал. Время где-то 3.20. Прособирался, короче, опоздал, забыл дома телефон. Пришлось возвращаться. Вот идём до точки лова, на тот берег. До заката где-то 2,5 часа. Посмотрим, удастся ли нам поймать хоть немного рыбы. Постарался. Смотрите, здесь всё обурено. Просто всё в лунках. Друзья, я рад вас всех приветствовать на своём рыболовном канале. Мы наконец-то добрались до точки ловли. Сейчас будем бурить лунки, искать глубину 5 метров. Прикармливать я буду её прикормкой типа гейзер. Потом расскажу её состав. Ну а пока я подготавливаю место для рыбной ловли, самое время вкратце рассказать о тактике ловли, прикормке и о снастях. За зиму окунь я наловился. И давненько были мысли, и даже такая некая мечта, половить белую рыбу. Покопался в интернете и нашёл хороший состав. Сухая смесь состоит из панировочных сухарей, манки, молотого геркулеса и жареных перемолотых семечек. Дополнительно оставлю рецепт в описании, заглядывайте. Компоненты самые дешёвые, и прикормка эта является по-настоящему бюджетной. Все ингредиенты купил в магните. Практически все товары марки «Моя цена». Ну и цены на эти товары по-настоящему бюджетные. Просто берём все ингредиенты в нужных пропорциях и смешиваем. Геркулес, кстати, перемалывал совсем чуть-чуть. Нужно, чтобы получились хлопья, а не пыль. А семечки дополнительно обжаривал, потому что, на мой взгляд, они были недожаренные. Закидываем пару таких кормушек на дно, а пока рыбёха собирается, поговорим о снастях. Времени мало, хотел много штук всяких разных попробовать. Но основной, наверное, будет сегодня это поплавок. Вот покажу, как я по-новому его оснастил. Так, ловить сегодня будем на мотыля и на опарыша белого. Так, кратенько пробежимся по плавочной удочке. Конкретно по оснастке выплавка. У нас здесь 14-й крючок. Это будет донная снасть, то есть вот этот поводочек 15 см, может 20, давайте даже сделаем. На дне здесь у нас силиконовый стопор и груз 3 грамма. Ну, такой инлайн, знаете. Вот, то есть грузик свободно ходит, вот, но стопорится, то есть будет лежать на дне. Там у нас приманочка, здесь у нас грузик. Я думаю, эта штука сработает. Посмотрим. Ну, думаю, рыбеха уже собралась. Самое время ловить. Насаживаем мотыля на крючок, снимаем наш поплавок, держим кембрик и опускаем груз на дно. Отлично! Осталось только отрегулировать поплавок, чтобы он был где-то сантиметра на два, ниже уровня воды. Все готово! Осталось только дождаться поклевки. Сейчас период глухозимия, поэтому рыбку поклевать. Не думаю, что шибко будет. О, поклевочка! Кто-то. Я только хотел набить себе чайку. Я все равно это сделал. Спею. В эти дни стояли февральские морозы, поэтому на таком морозе отогреваемся горячим чайком и внимательно наблюдаем за поплавком. По всей видимости, одного мотыля было недостаточно. Решаю насадить опарыша. Но 100% поклевок так и не последовало. Решил поднять наш курчок с наживкой над дном сантиметров 15-20 и проверить, может на этом горизонте ловли рыба клюнет. Поплавок сделал еле заметное движение, но это была поклевка. Есть. Сидит. Ну, понятно. Горизонт ловли у нас должен быть не у дна. Ага. Опа, какая хорошая. Вот, ловли у нас должен быть выше сантиметров в нескольких от дна. Добавил дополнительно поводок, который будет облавливать расстояние 15-20 сантиметров от дна. Ну и рыба, наконец-то, стала стабильно клевать. Поклевки стали чаще и вот, наконец-то, удалось одну из них реализовать. Как я уже говорил, бель ловлю первый раз и мне довольно сложно определиться с видом этой рыбы. По крупной чешуе, глазам и красным плавникам вроде густера. Но если это не так, напишите в комментариях и поправьте меня. Что интересно, как только поставил дополнительный крючок, думая, что именно на него будет кревать рыба, а она наоборот, клюет на крючок, который лежит на дне. Так, но тут вроде стопроцентный подлещик. Ну что сказать, этим составом и этой прикормкой я остался очень доволен. Жаль, что в этот день было мало времени на рыбную ловлю. Солнце уже зашло, стало темно, думаю, поймаю еще одну рыбеху и пойду домой. А раз эта прикормка так хорошо работает, то вернусь сюда завтра, закормлю две точки и буду ловить кучу рыбы. Но это оказалось далеко не так. Ладно, давайте уже поймаем последнюю рыбеху и с помощью магии кино перенесемся во второй рыбацкий день. И наконец-таки выявим минусы этой прикормки. Так, сейчас зайдем до точки лова. Сегодня будем ловить на 10 и 5 метрах. Вот я нашел свои вчерашние лунки. Здесь глубина 5 метров. Ничего придумать не буду, сюда же закормлюсь. И дальше мы пойдем куда-то вот туда и будем там искать глубину 10 метров, закормим ее и будем ловить рыбку. Да уж, уверенности мне не занимать. Но так как вчера удалось поймать рыбу на 5 метрах, я и подумал, что в любой точке водоема прикорми и лови. В общем, закормил точку в конце свала. Вот, даже план схемы нарисовал рыбной ловли. Прикормку замешал прям в пакете. В пластиковых бутылках делать это не особо-то удобно. Взял большие поплавки, чтобы уменьшить дугу лески, которая создается из-за течения. Закормил точки и пошел на глубину 9 метров. В надежде, что и туда придет большая рыба. Пью чаек, жду поклевки. Весь в предвкушении. Так, там поклевывает потихоньку, но не видно, чтобы прям заглотил крючок. Вот-вот. Вот и первый вывод об этой прикормке. Сколько я не сидел и не пытался ловить на глубине рыбу, так она и не подошла. Да, были поклевки, но ажиотажа, как на 5 метрах, не было. Долго я просидел, пытаясь выловить хоть что-то, но потом отправился обратно. Прикормка-то рабочая, но работает она недолго. И рыбу собирает, и вот так вот взять, прикормить лунки и надеяться, что рыба останется на точке, нельзя. Мелкодисперсный состав быстро улетучивается на течении. Ну, соответственно, это как бы и плюс, и минус этой прикормки. Большое облако пыли хорошо создает ажиотаж, но удержать рыбу на точке долго не способно. Ладно, план по привлечению крупной рыбы не сработал. Давайте уже поймаем хоть что-то. Есть! Есть! Это, наверное, пицорога. Ну, поклевки продолжаются. Осталось только засечь. Что-то сидит мелкое-мелкое. О, подлечик подошел уже. Так, ну-ка, товарищ, ты меня сейчас тут все запутаешь. О, какой красавец. Так, подлечик подошел. Эту лунку оставляем. Вот так вот вытащил подальше приманку, чтобы она не клевала. Вот две рыбки поймали, пошли туда посмотрим. Может, там тоже рыбка подошла. Вот эти поклевки на глубине 9 метров надолго задержали меня на этой точке. Солнце заходило за деревья и клонилось к закату. Но обхитрить рыбу мне так и не удалось. Вытащил пока что эту снасть. Пойду на 5 метров проверять, потому что это не делал. Слишком много времени не трачу. Там пока что не пойми что. Может, это вообще какая-нибудь мелкая рыбеха. Так, вернулся на глубину 5 метров, обновил наживку, добавил новых мотылей, опарышей, отстроил поплавок прямо на дне. Посмотрим, что у нас здесь. Ну, а здесь как раз-таки все стабильно. Надо было остаться и докармливать точку, а не уходить. подсел маленький подлещик, наверное. А, посторожек. Мил эту лунку как бы схожу на 9 метров. Возможно, моя тактика с большим закормом на особо-то и сработает сегодня. Возможно, нужно докармливать каждый раз, когда клюет рыбу. Ну, постоянно докорм делать, чтобы не сбивать ажиотаж. Возможно, я ошибся сегодня. Посмотрим. Да уж, много времени мне потребовалось для того, чтобы это понять. Но, как говорится, все приходит с опытом. После вернулся опять на первую точку и удалось поймать еще одну рыбеху. Но знания, полученные на этой рыбалке, не пропадут даром. В следующий раз я подготовлюсь и сделаю дополнительную прикормку на основе пшена и также жареных перемолотых семечек. И результаты будут куда более внушительные. Но об этой рыбалке я расскажу уже в следующем видео. Поэтому, друзья, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну, а если это видео вам понравилось, то обязательно поставьте лайк и расскажите, как обстоят дела на ваших водоемах. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Желаю вам больше клевых рыбацких дней. И, конечно же, не хвостаней чешуи. С вами был Владимир Крупин, канал Путь Рыбака. Всем пока!